И раз, два, три, погнали! Что ж, друзья, всем привет! Вот вы снова на нашем богом забытом канале под названием Гараж Новости. Но прежде чем мы начнем, хочу объявить, во-первых, новый цветочек у нас появился, вот в новом модном розовом обрамлении. Вот, а во-вторых, знаете, как бы я... По башке себе стучи, блядь! Долго читал ваши комментарии и понял, что действительно, действительно мы снимаем не в том формате, все не так, как должно быть, поэтому сейчас мы сделаем быстренько кое-что. Во-первых, мы избавляемся от всего ненужного, потому что сегодня выпуск новостей все-таки будет горяченьким, поэтому это нахрен выкидываем. Оператор, опа! Вспомнили эту кепку? Конечно. Кстати, забавная история про эту кепку. Ее мне подарила моя сестра. И знаете, что я ей сказал, когда она мне подарила эту кепку? Где же моя прекрасная сестра? Гаражные новости вернулись к своему истоку. Да, к сожалению, я не снимаю в гараже, как положено, но, тем не менее, имеем, что имеем. Имеем красивый фон, имеем веселого ведущего в хорошем настроении, имеем симпатичного оператора, которого вы никогда не увидите. И поэтому переходим плавненько к новостям. А прежде чем мы начнем, хочу вам сказать следующее. Во-первых, пожалуйста, не забудьте подписаться на наш YouTube-канал, поставьте колокольчики, поставьте все возможные уведомления. И, конечно же, в конце видео оставьте комментарии, что вы думаете по поводу очередного выпуска новостей. Жек, а можно я первую новость сделаю не по плану? Ну, сейчас, короче, послушаю. Значит, хочу с вами провести легкий интерактивчик. В общем, смотрите, какая история. С 14 по 17 сентября проходила выставка, называется Москосмос. Вот эта выставка современного искусства. Я не буду вам рассказывать вообще во всех деталях, что я там увидел, но просто хочу задать вам вопрос. Вот вы вообще разбираетесь в современном искусстве? Жек, ты как, разбираешься? Не особо. Вот, Жека не разбирается. Вот, как выяснилось, я тоже. Но у меня жена как бы очень любит искусство и сказала, давай пойдем посмотрим хотя бы на работу. Вот, я, в общем, вам хочу предложить буквально в очень легком формате, я вставлю фотографии, чтобы вы угадали стоимость трех работ. Вот, значит, первая работа, девушка, которая облизывает экран. Попробуйте угадать, сколько она стоит. Раз, два, три. Она стоит, ребят, миллион двести. Миллион двести. Двигаемся дальше. Вот эта картинка, значит, с каким-то непонятным мужиком, который придерживает свою женщину за сисью плюшевую. Как вы думаете, сколько она стоит? Раз, два, три. Девять тысяч евро. Она ушла с аукциона, вот, буквально 17-го числа. Это просто нечто. И, пожалуй, последняя штука, которую я вам хочу показать, это роботизированная конструкция под названием «Чайная церемония». Не буду вообще ничего рассказывать, просто посмотрите на фото, как вы думаете, за сколько эта штука ушла? Раз, два, три. Тридцать тысяч долларов. Ну, как бы выводы делайте сами. Вот, это был легкий экскурс в мир современного искусства. А теперь перейдем к новостям по 3D-печати. Первая новость. Очень экологичная, очень прикольная и очень светлая. В Вашингтоне научились переделывать пыла-пластик в фотополимерную смолу. Казалось бы, вообще, как это вообще возможно? Но ученые из Вашингтона все-таки этого добились. Смотрите, какая история. Пыла вообще сам по себе достаточно жесткий пластик, но в то же время он достаточно экологичный. Считается одним из самых экологических, так как он, собственно, производится из кукурузы. Но, как выяснилось, то есть, если кусочек пыла кинуть в землю, период распада будет составлять 100 лет. А это, как бы, очень-очень долго. И ученые из Вашингтона задались таким вопросом. Вообще, можно ли с этим материалом что-то сделать? И ответ — да. Они используют аминоэтанол, выдерживают деталь в нем на протяжении двое суток, и он превращается в фотополимерную смолу. Мне кажется, эта новость очень прикольная, потому что, как минимум, мы все с Вами печатаем из ПЛА плюс-минус. Вот. И многие из Вас всегда задавались вопросом, а можно ли что-то сделать там с поддержками с какими-то, с использованными деталями? Вот. И ответ — да, возможно. Так что, я думаю, что мы тут с командой 3DII попробуем добыть этот аминоэтанол, попробуем растворить, и попробуем сделать фотополимерную смолу в домашних условиях. Если вам был бы интересен такой видос, пожалуйста, кликайте в комментариях. Производство на Марсе будет доступно благодаря 3D-печати. Ну, в прошлом выпуске я уже рассказывал про нечто подобное с Луной. Вот. Ситуация точно такая же. Хотят на Марс отправить робот, чтобы он там печатал. Когда мы это с Вами увидим? Да никогда. Поэтому пропускаем эту новость. Компания Поседла запустила производство сидений для велосипедов, выполненных на 3D-принтере. Мне кажется, что такая новость уже когда-то всплывала. Не уверен, что это, конечно, компания Поседла, но что-то такое уже было. Смотрите, в общем, чехи, по всей видимости, кроме порнухи, уже увлеклись и сидениями для велосипедов. Вот. И поэтому они начали плавно внедрять 3D-печатные сидения в массовое производство. Вообще, компания Поседла очень прикольная. То есть, они на протяжении долгого времени занимаются производством различных аксессуаров для велосипедистов. Вот. И сейчас они вышли на рынок сидений. И вышли на него неспроста. Очень многие спортсмены жалуются на то, что кататься на велосипеде на протяжении длительных марафонов или, не знаю, каких-то своих велотренировок, им просто неудобно сидеть на этом сидении. И один из таких клиентов решил обратиться в эту компанию. Компания поначалу не знала, как ему помочь. И предложила инновационный для себя способ производства сидений с помощью 3D-печати. Для этого они обратились к компании HP. Они, собственно, и изготавливали для этой компании прототип сидения. Все это было сделано по технологии какой-то там Liquid Jet, что-то типа такого. В общем, огромный принтер за хуляр долларов, который печатает вот такую сенькую вот детальку. Но есть один интересный момент. Он напечатан на фотополимернике. То есть это смесь сухого порошка и жидкого фотополимера. И благодаря этому они достигли очень таких интересных моментов. Во-первых, каждая часть сидения может быть разной жесткости. То есть, соответственно, зад сидения может быть более жестким. Место, где сидит ваш виле, он может быть немножечко помягче. И, собственно, компания вообще изначально на что нацелена? Она нацелена сделать так, чтобы сидеть на велосипеде было максимально комфортно. И чтобы катание на велосипеде доставило вам максимальное удовольствие. Как говорит компания, то, что производство такого сидения им обходится в несколько сотен долларов. Поэтому, конечно, это удовольствие будет не для бедных людей. Но, тем не менее, это возможно, это прогресс. И это, мне кажется, очень прикольно. Так что, друзья, не знаю, доберется ли такое сидение до нас. Будем ждать, будем пробовать. И если вдруг когда-то 3DiY опробует такое сидение, мы вам обязательно об этом расскажем. Следующая новость про российский бренд филамента. Компания REC представит людям новые филаменты. Что ж, компания REC должна анонсировать вот-вот свои новые материалы для 3D-печати. Как они утверждают, будет представлен новый бюджетный стеклонаполненный композит RPGGF ABVGD. ABVGD, если что, это шутка. И новейший материал PLA Stone. То есть, подразумеваю, что это PLA, который косит под камень. Как можно прокомментировать эти новости? Здорово, ждем. Я, конечно же, покупать это не буду. Следующая новость граничит между здравым смыслом и каким-то абсурдом. YouTube-канал «Малоэтажная страна» выпустил подробный сюжет про компанию AMT SpetsAvia. Это ведущий российский разработчик и производитель строительных 3D-принтеров. Я не буду занудствовать, не буду вам пересказывать просто всю статью, если вдруг вы... Со стороны напоминает, что кто-то кому-то совместно лежит попы. Но, тем не менее, не буду вам пересказывать целиком суть этого видеоролика. Опишу просто в тезисах. И почему эта новость достаточно забавная. Забавна она благодаря вам, уважаемые комментаторы. Вот я, я, я. Потому что вы, конечно, это в посте просто разнесли их. История какая? AMT SpetsAvia специализируется на построении, возведении, так сказать, домов с помощью 3D-печати. То есть они используют огромный станок, который льет из сопла, там, не пластик какой-то, а просто бетон. Вот. И, в общем, в чем, собственно, гвоздь программы? То, что они печатают без среднего заполнения. То есть есть просто вот так две стенки. В центре ничего нет. Ну и, соответственно, там диванные войска уже как бы выдвинулись и высказали все, что они там типа думают. Но самое, что смешно, это то, что вот когда печатаются две бетонные стенки, нет, во-первых, никакого армирования и нет никакого теплоизоляции. Поэтому как бы люди негодуют, собственно, ну вот вы заведут вот этот вот квадратик, там, не знаю, для вашего дома. И как в нем жить? На что как бы компания SpetsAvia сказала, что вы всегда можете туда залить монтажную пену. Ну, сами залейте в свой дом монтажную пену, не знаю. Ну, просто новость какой-то абсурд. Я считаю, что эта технология, ну, слишком уж на данный момент сыровата для возведения домов. Там даже приводили какую-то статистику, что там какой-то человек нанял бригаду таджиков из пеноблоков. Они возвели там чуть ли не небоскреб за то же время, что печатает принтер. Поэтому как относиться к этой новости, я, честно, не знаю. Вот, но давайте будем видеть во все позитивное. Это двигатель прогресса, это движение вперед. Возможно, когда-то SpetsAvia научится делать все правильно, чтобы все были довольны. Двигаемся дальше. Компания Picasso 3D обновила линейку своих 3D принтеров. Боже мой, да всем насрать! Понятно. Двигаемся дальше. Следующая новость достаточно грустная, но с хорошим концом. Поэтому готовьте свои носовые платочки, если вы очень чувствительны. Петербургские хирурги провели уникальную операцию на ребенке с использованием 3D-печатного импланта. Смотрите, какая история. В детскую городскую больницу номер один попал 13-летний паренек. Уж не знаю, что там с ним приключилось. К сожалению, его череп был просто раскрошен чуть ли не на атомы. То есть у него лобная доля настолько сильно пострадала, что восстановлению она не подлежала. И жизнь парня в буквальном смысле висела на волоске. И городская больница номер один обратилась в компанию 7MLAT Medical. Это какой-то северо-западный наноцентр. С просьбой отсканировать лобную долю молодого человека и сделать ему прототип 3D-печатного импланта из титана. Действительно, этот центр сделал это. То есть они сделали правильную анатомическую форму, сделали скан, восстановление. Проходила там тяжелая достаточно операция у парня на голове, где ему удаляли все, соответственно, поврежденные участки черепа и ему вставили титановый имплант. Вот. Соответственно, все сшили. И парень с работающей теперь головой. Самое главное, что как бы мозг у парня не повредился. И поэтому то, что у него сейчас там титановая башка, да и пирожка. Ну, мне кажется, это не супер страшно. Самое главное, что он будет жить. И что он типа теперь реально практически киборг. Киборг-убийца! Это очень, на самом деле, здорово. Потому что, по моему личному какому-то внутреннему ощущению, 3D-печать именно на это и должна быть направлена. Особенно в медицинских целях. То есть потерял руку, к сожалению, там сделали тебе имплант. Потерял там кость, тебе сделали имплант. Вот. Это как бы правильное направление, правильное движение вперед. И низкий поклон врачам за то, что смогли провести такую тяжелую операцию парню. И за то, что он теперь будет жить полноценной жизнью. Очень круто. Большое вам всем спасибо. Новость, о которой вы слышали, но, возможно, не хотели. А, возможно, вам эта новость абсолютно не нужна. Компания Ultimaker и MakerBot завершили слияние. Что я могу сказать по этой новости? Ну, мы тут, скажем так, всем отделом угорали над этим. Потому что, во-первых, мы за творчеством ни той компании, ни той компании не следим. От себя могу добавить один очень простой тезис, который максимально описывает мои отношения. Что это хуйня? Что это хуйня? Вот, вот реально, абсолютно два говняных принтера. Просто... Жек, можно расскажу личную историю? Ура, спасибо. Нам дали зеленый свет. Значит, смотрите, какая история. Помните те бородатые времена, когда я еще продавал на Etsy? Вот, когда я продавал на Etsy, мне написал один мужик, который работает в компании Ultimaker. И, значит, он у меня запросил шлем, потому что их принтер, помимо того, что он как бы говняный, он еще и обладает очень маленькой областью печати. То есть, в 2022 выпускать принтеры с областью 22 на 23 на 25, ну, это как бы просто смешно. Еще и за такие цены. И еще на валах, и еще на втулках, и еще на говняных NEMA-17. И еще и не на тихой какой-то платье. Еще и с громкими вентиляторами. Это просто, я считаю, абсурд. И продавать это все за 250к, ну, окей. Почему он ко мне обратился? Потому что, во-первых, у него нет такой области. Во-вторых, его впечатлила моя печать. Он у меня спрашивает, а на чем ты печатаешь? Не на Ultimaker или случайно? Я говорю, нет, я печатаю не на Ultimaker, я печатаю на своих, там, китайских принтерах. Он такой, а кстати, я вот работаю в компании Ultimaker, а у нас вот такие классные принтеры. А они вообще самые лучшие. Я говорю, а в чем, собственно, можете как-то аргументировать свою позицию? Они такие юзерфрендли, то есть, типа, удобные. Они такие, там, вот, профессиональные. Они такие, вот, лаконичные. Честно, ребят, вот зайдите хоть на один обзор принтера Ultimaker и посмотрите, как он печатает. Я вам гарантирую, что он печатает, вот, из коробки хуже, чем Ender. Вот, вот, серьезно. То есть, у них все видео, они никогда не снимают свои детали крупно. Потому что, знаете почему? Потому что печать полное говнище. Это все приправлено вот такой неадекватной ценой за соотношение материалов. Ну, не знаю, как по мне, это просто бред. Две такие суперкомпании, Ultimaker, MakerBot, объявляют о слиянии. Ну, не знаю зачем. Во-первых, как бы, они теперь под общим брендом Ultimaker, то есть, они в логотипе сделали просто M, буковку, большой. То есть, это теперь, как бы, Ulti и Maker. Выделяют 60 миллионов на дальнейшее развитие бренда. Как бы, абсолютно всем вообще на это насрать. Вот, но что самое хорошее во всей этой новости, если можно вообще эту новость, как бы, назвать хорошей, это то, что они продолжают поддерживать сервис, так называемый Thingiverse. То есть, как бы, мы с вами по-прежнему будем иметь доступ к тысячам бесплатным файликам, которые можно под шумок потырить. Напечатанные на 3D принтере очки, способные вылечить дальтонизм, разработали ученые из университета Халифа. Не путать с Бурдж-Халифой, вряд ли это два каких-то однокоренных. Но, в общем, смотрите, как бы, какая история. Ваш покорный слуга, помните, неоднократно рассказывал про замес фотополимеров. Есть целый ролик про это, если вы вдруг не смотрели, то, пожалуйста, ознакомьтесь. Помните, я рассказывал, что применение такой технологии, скажем так, авторской, может быть самым разнообразным. И что вы думаете? Действительно, значит, компания Халифа взяла прозрачный фотополимер, вот, который прям насквозь вот прозрачный. Не буду вдаваться в детали, какой именно они взяли, но какой-то они взяли. Добавили туда немножечко голубого пигмента и немножечко зеленого. И получили эдакий профессиональный микс. Такая откалиброванная смола, которая предназначена для печати линз для очков. И, собственно, что они сделали? Они распечатали эти линзы, вставили в оправу. И не поверите, какого результата они достигли. Люди, которые страдают дальтонизмом, для тех, кто вдруг не знает, это люди, которые не могут видеть все там спектры. То есть они не видят, если не ошибаюсь, там зеленый и, по-моему, синий, что-то типа такого. То есть они все видят не совсем так, как мы. И благодаря этим очкам люди смогли видеть лучше. То есть они начали плавно отличать вот эти зеленые, голубые оттенки в природе. И мне кажется, эта новость просто одна из просто супер каких-то революционных за последнее время. Потому что, на самом деле, разработать такие очки, это стоит просто космических бабок. А тут просто компания Халифа взяла, такая посмотрела видос от Стефана, как смешивать фотополимерную смолу. Такая бам-бам, зарядила туда синий, зарядила туда зеленый, замиксовали, распечатали очки и все, люди видят. Блин, ну это же просто гениально. Я вам говорил, я вам говорил, а я говорил, и я говорил, что эта тема рабочая, что типа люди найдут ей применение. И вот, наконец-то, нашлось хорошее применение, не какой-то там глупый косплей, который я делаю, а действительно помощь людям. Классная новость, желаем команде Халифа удачи. Пускай незрячие люди становятся зрячими, и пускай Жека уже заканчивает этот видеоролик со мной. Еще пять минуточек. Что, уже 1358-й? Нет. Ну так и пиздуйте отсюда. Ну что ж, вот и подошел очередной выпуск новостей к концу. Надеюсь, вам было интересно. Сегодня вот вы могли заметить, был настоящий трушный гаражный формат. Поэтому, если вам понравилось, пожалуйста, оставьте комментарий, подпишитесь на YouTube-канальчик. Вот, и пишите вообще, что вы думаете об этом, обо всем. И, кстати, хочу сделать анонс, что, вероятнее всего, в самое ближайшее время я выпущу такие долгожданные видео про аэрографию. Поэтому советую очень сильно еще разочек подписаться. Как только мы выпустим этот ролик, вы узнаете об этом первыми. Большое спасибо за внимание. Желаю всем хорошего настроения и доброго утра. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok